И вот наша тема сегодня. Тема седьмая. Интимная жизнь, двоеточие, спасительные табу. Пустое вы, сердечным ты, она обмолвясь, заменила. И все счастливые мечты в душе влюбленной возбудила. Пред ней задумчиво стою, свести, а честь нее нет силы. И говорю ей, как вы, милы, и мыслю, как тебя люблю. Александр Пушкин, 1828 год. Стихотворение отражает определенные устои в обществе, правда? Незнакомый человек – это вы. Тот, кто ближе, тот, кого любишь, в особенности, это уже ты. В обществе есть определенные табу, в обществе есть определенные границы, есть определенные запреты. И вот это стихотворение очень хорошо показывает некую условность между тем, что предписывает общество, и тем, что сердцу мило. Правда? Говорят о том, что у каждой женщины, в жизни каждой женщины есть три типа взаимоотношений с мужчинами, которые являются ей более или менее сверстниками. Три типа взаимоотношений. Есть мужчины, которым можно все рассказать, но ничего нельзя показывать. И говорят, в эту категорию попадает в первую очередь брат. Брат с сестрой. Могут обо всем общаться. Они близкие, родные друг другу души. Они вместе выросли. Они во многом одно и то же мировоззрение разделяют. Вот брату можно все рассказать, но ничего нельзя показывать. Второй вид взаимоотношений – это мужчина, которому можно все показать, но, как правило, многого нельзя рассказать. Это кто такой? Конечно, муж. Кому еще можно все показывать? То есть, все можно показывать, но редко, когда ему все можно рассказать. Вот такая бытует в народе позиция. Но есть вот такие мужчины в жизни женщин, которым можно и все показать, и все рассказать, и фотография дает намек, кто это такой. Это врач, конечно же. Это врач. Гинеколог, естественно, в первую очередь. Ему можно и все рассказать, и все показать, и это не запрещается никаким табу. И вот мой вопрос, когда я впервые познакомился с этой концепцией, а есть люди, которые твердо убеждены, что на этом мир стоит, что мужу никоим образом нельзя все рассказать, я задал вопрос, а почему бы муж не мог находиться в этой третьей категории? Чтобы можно было и все рассказать, и вот всю глубину ему раскрыть, и обо всем с ним пообщаться. Ну, помимо того, что, естественно, по закону, по супружескому долгу, можно все показать. Рассказывают об одном студенте, который приехал в Соединенные Штаты Америки для того, чтобы учиться в одном из учебных заведений здесь, на этом континенте. И вот, приехав, он там в регистратуре заполняет анкету. И там, значит, он немножко английский подучил уже, потому что по-иному его бы не выпустили. И написано «name». Значит, что значит имя? Значит, он пишет там, допустим, такое-то, всякое-то. Потом «год рождения» такой-то, «месяц» такой-то. И потом он читает и видит слово «секс». Он думает, странные законы здесь, в Америке. Причем здесь «секс», когда я поступаю учиться в учебное заведение. Но он подумал, подумал, затылок почесал, и, будучи христианином, написал «only after wedding». Только после свадьбы. Ну, а секс, естественно, в английском языке означает что? Просто-напросто пол. Нужно было поставить «m» или «f», «male» или «female», мужчина или женщина. Еще одну историю я недавно узнал, которая тоже на тему табу. Можно ли, нельзя ли. Рассказывают об одной счастливой паре, престарелой паре, которые любили друг друга на протяжении многих десятков лет и отпраздновали не одну годовщину свадьбы. И вот уже за 80 по-прежнему пылали друг к другу самыми теплыми чувствами. И вот на дедушку нашла как-то волна, и он говорит, «А что, матушка, если мы с тобой, вот как в молодости, когда я только еще с тобой встречался, если мы сегодня вечерком встретимся на сеновале и вспомним былые годы?» Она говорит, «Да ладно, уже неприлично, еще кто-то увидит» и так далее, пыталась это говорить, но тем не менее дедушка был настойчив, и она говорит, «Ну, хорошо, сделаем так, как было в молодости». И вот пришел вечер, он нарядился, пошел на сеновал, ждет ее. Ждет, 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 ждет. Она все не приходит. И так прошла ночь. На утро, вымучившийся, разозленный немножечко, он возвращается домой и говорит, «А ты чего не пришла?» Она говорит, «Меня мама не отпустила». Как в молодости. И вот он почувствовал себя снова молодым человеком, который ждет свою возлюбленную. Но есть табу. Мама не отпустила. Итак, я надеюсь, что несколько этих историй, они помогли нам и вспомнить, и настроиться, и поднять вот эту тему. Табу. Запреты. Одним из табу, которые существовали, в частности, в Советском Союзе, было табу на обсуждение вопросов интимной близости в общественном контексте. Наверняка, многие из вас вспомнят известный телемост между Советским Союзом и Америкой, во время которого прозвучала известная фраза. И, может быть, завтра мы посмотрим отрывок из записи того памятного телемоста. Так вот, вслух о любви можно ли говорить вслух в общественном контексте об интимной близости, о физической любви? Естественно, на этих вечерах наш главный источник информации это древнейшая книга, Божья книга, Библия, Священное Писание. И вот первым фактом, который сразу же обращает на себя внимание, является тот факт, что Библия говорит об интимной близости много, и, во-вторых, откровенно. В Слове Божьем обсуждаются очень многие вопросы, самые детальные, самые близкие. Скажите, какая самая романтическая книга в Библии? Да, «Песнь песней», «Песнь песней Соломона». И вот один из лекторов на тему о взаимоотношениях в семье психофизиолог Сергей Комарницкий, который в Москве провел серию встреч откровенно о сокровенном, рассказывает о следующем эксперименте, который он проводит, выступая перед группами молодых людей. Он говорит, «Я Библию сверху покрываю оберткой, чтобы не видно было, что это за книга, и открываю первую главу книги «Песнь песней» и начинаю читать. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». И так далее. Он читает стихов 4-5, и потом говорит, «Как вы думаете», обращается к молодежи, «Из какой книги я цитирую сейчас?» Ну, и он говорит, «Моя статистика всегда безошибочна». Камасутра! Камасутра отвечает молодежь в зале. И он говорит, «Нет, вот обертка». И показывает, это Библия, Священное Писание. И многие не верят, они думают, что он взял и обложку Библии, надел на Камасутру, и оттуда читает. Он нет, показывает. То есть, в действительности, Священное Писание, не только в книге «Песнь-песнь», фактически, начиная с Торы, начиная с Пятикнижья Моисеева, с самых первых строк фактически Слово Божие, оно говорит нам о любви, в том числе о физической любви. Например, в книге «Левит» глава 18, глава 20, целиком этому посвящены, помимо многих иных мест, сказано в заголовке к 18 главе книги «Левит» так «Законы о браке» и дальше «И мерзости половых отношений». То есть, Библия в действительности говорит об интимном вопросе очень много, без стеснения. Более того, эти вопросы не только там записаны в Святой книге, Божья воля заключается в следующем, книга «Второзаконие», 31 глава, стихи с 9 по 13. С 9 по 13. Читаем. Сейчас появится текст «Второзаконие», 31 глава, стихи с 9 по 13. «Ибо...» Ну что ж, придется открывать «Второзаконие», 31 глава. Есть у нас надежда увидеть текст? Стихи с 9 уже. «И написал Моисей закон сей и отдал его священникам, сынам Левиным, носящим ковчег завета Господня и всем старейшинам сынов Израилевых. И завещал им Моисей и сказал, «По прошествии семи лет, в год отпущения, в праздник кущей, когда весь Израиль придет явиться пред лица Господа Бога Твоего, на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух Его. Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев Твоих, которые будут в жилищах Твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога Вашего и старались исполнять все слова закона сего. И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа Бога Вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею». Итак, это не только записано, это не только там присутствует, какое повеление есть, это нужно читать вслух, в присутствии кого? Всех, от стара до млада, или от мала до велика, сказано, и жен, и детей. То есть, вопрос стоит так, если ребеночек еще недостаточно вырос, чтобы понимать, о чем идет речь, то ему эта информация никак не навредит. А если он уже дорос и что-то отчасти понимает, то ему это очень поможет. Итак, нужно было не только читать про себя, нужно было читать вслух. В книге Неемии, в восьмой главе, в стихах с первого по третьей и в стихе восьмом описывается, как это фактически происходило. Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу с законом Оисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. И так не только читали вслух, но и истолковывали, рассказывали, что же значат эти заповеди, что значат эти вечные принципы. В книге «Деяния апостолов» в 15 главе, в 21 стихе, мы читаем о том, что была традиция еженедельного чтения закона, в том числе и о сексуальных вопросах. Сказано, «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Итак, какова ваша реакция? Как бы вы себя чувствовали, если, допустим, вы принадлежите какой-то церкви, и вот в вашей церкви выходит человек, и вместо проповеди читает книгу «Песнь песней». Долобзает он меня, подумал я, вот груди были бы как кисти, было бы то, как то, ухватился бы и так далее. Какая была бы реакция? Я знаю, какая реакция. Одна женщина в районе Большого Сиэтла в отношении книги «Песнь песней» выразила свою мысль очень твердой и категорично. «Была бы моя воля, — сказала она, — я вырвала бы эту книгу из Библии, из Священного Писания. Стыд какой!» То есть по ней так нужно все вот эти места, которые говорят об интимной жизни, вырезать, ну а книгу «Песнь песней» целиком, потому что там практически ничего полезного нет, какие кажутся. Представляете? Поэтому вопрос вам. Как вы относитесь? Так как Бог, который повелел Моисею записать эти законы, и потом и Соломону, и Исаии, и Ремии, и апостолу Павлу, или же, как некоторые, которые относятся к этим вопросам, совершенно не так, как постулирует Господь. Итак, можно ли вслух говорить о любви, о физической любви, Бог призывает об этом говорить, истолковывать, и читать, и проникать, и учиться, и обретать новую меру благословения. Теперь, что же это такое интимная близость? Что же это такое, о чем мы будем говорить с вами сегодня и завтра, и даст Господь послезавтра? Какова природа физической любви, согласно Библии? Книга Бытие, 2 глава, 24 стих, содержит следующую фразу. «Потому оставит человека отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Вот эта фраза, «будут одна плоть», она чрезвычайно емка. Посмотрим, как она истолковывается в первом послании Коринфянам, в 6 главе, в 16 стихе, в каком контексте там она используется? Или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. Итак, что такое два будут одна плоть? Что это описывает? Интимную близость, совокупление. То есть, говоря о природе физической любви, Священное Писание использует слово «эхад» в подлиннике на древнееврейском, которое описывает именно единение, соединение. А вот в послании Коринфянам, то, что мы прочитали с вами в 6 главе, 16 стих, там вот это слово «совокупляющийся» является переводом греческого глагола «коллао». Этот глагол, он проник в том числе и в русский язык, в английский тоже. И вот отсюда произошел термин такой, например, как «коллаген». Цитирую по российскому энциклопедическому словарю. «Коллаген» это фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани. То есть речь идет о том, что мы с вами удерживаемся вместе, тело наше, мышцы, внутренние органы и так далее удерживаются вместе благодаря вот этому белку, который называется коллаген. Почему? Он служит вот этим скрепляющим, он служит способом соединения, он служит способом удерживания вместе всего человеческого естества. Так вот, вот это слово используется для описания того, какую функцию играют во взаимоотношениях сексуальные встречи мужа и жены друг с другом, интимная близость. Это то, что объединяет, это то, что соединяет, это то, что удерживает и делает едиными мужа и жену в браке. Более того, когда мы задаем вопрос о природе, физической любви, мы находим в послании апостола Павла в Ефес, в пятой главе, в стихах с 28 по 32, следующее удивительное заявление. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любят самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его, посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей и будут двое одна плоть». Снова цитируется Бытие 2.24 и дальше вывод «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Так что же происходит? Оказывается интимная близость в Божьем плане, в Божьем замысле это таинство единения мужа и жены и символ союза Христа с церковью. Цитируя именно фразу «Оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей и будут двое одна плоть», апостол говорит «Я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Настолько это возвышено в Божьем замысле и апостол Павел пишет уже в первом веке нашей эры «Не в Эдемском саду, когда еще не было греха, он пишет именно тогда в развратный век Римской империи, когда физическая любовь была опошлена, когда она была унижена, когда Божий замысел был растоптан. Он говорит о том, что среди тех, кто с Богом, среди верующих, среди христиан в частности, этот идеал по-прежнему сохраняется и Бог по-прежнему пользуется образом интимной близости для того, чтобы рассказать о взаимоотношениях между собою и своей церковью. Представляете? Вот природа интимного союза. Далее, описывая мужчину и женщину в браке, в контексте интимной жизни, в книге «Бытие» в 4 главе в 1 стихе Господь использует следующий образ. Бытие 4.1 «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела ей человека от Господа». Что сделал Адам? Познал. И результатом познания была беременность и рождение. Итак, интимная близость описывается словом «познание». Это способ мужу и жене друг друга в действительности лучше познать. Речь идет о проникновении в духовный, душевный, физический мир друг друга. В книге «Бытие», говоря в категориях девственности, в 24 главе в 16 стихе есть вот такая фраза «Бытие» 24.16 «Девица была прекрасной видом, дева, которой не познал муж». Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. Описывается Ревека, будущая жена Исаака. Итак, дева, которая не познал муж. Интимная близость это что? Это познание. Это один из мощнейших, сильнейших способов и средств познания друг друга. Вот это Божий замысел. Вот так это должно быть. И слава Богу, что у тех, кто живет с Богом, так оно и есть. Но это еще не все. Удивительно вновь то, что эти же самые слова, эти же самые образы используются для описания взаимоотношений человека и Всевышнего. Книга пророка Осии, 2 глава стихи 16, 19 и 20 говорят так. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой и не будешь более звать меня Ваали и обручу тебя мне навек. Это Бог говорит народу своему. И обручу тебя мне навек и обручу тебя мне в правде и суде в благости и милосердии и обручу тебя мне в верности и ты познаешь Господа. То есть, это язык ухаживания, язык помолвки, язык супружества, язык бракосочетания и язык интимной близости. Господь использует образ интимной близости в браке для того, чтобы передать тесные, близкие взаимоотношения между собою и людьми, которые входят с ним в союз. В книге Откровения уже в апостольских писаниях, в 19 главе в стихах 6 по 8 мы тоже встречаем этот же самый образ. 19 глава 6 по 8. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься висон чистый и светлый, висон же есть праведность святых». Брак Агнца. Агнец – это Иисус Христос, и он соединяется с невестой своей, с церковью своей, и это все описывается языком именно интимной близости. Итак, говоря о природе физической любви по Божьему замыслу, и в самом начале у Адама и Евы, и в первом веке нашей эры, когда около четырех тысяч лет прошло, и грех многое изменил и запятнал, Бог говорит о том, что эти взаимоотношения, самые близкие из возможных взаимоотношений между людьми, интимная близость – это возвышенные, святые отношения про образ опыта богопознания. Вот почему об этом никак нельзя стыдиться говорить. Вот почему об интимной близости Бог написал, и написал много, и написал красочно, и повелел читать это и истолковывать и обсуждать, потому что это удивительный Божий дар с таким высоким, высоким статусом. Когда я был в Германии и проводил семинар в городе Кёльн, там однажды вечером мы вышли на прогулку. вы видите известный собор в Кёльне, и вот через реку Рейна есть мост, по которому в том числе и поезда ходят и так далее. И вот этот мост называют мостом любви. Он уникален тем, что весь мост приблизительно около метра там есть перила решетчатые. Весь мост увешан вот такими замочками. Люди, полюбившие друг друга и ожидающие, что они пробудут друг с другом всю жизнь вместе, они покупают замочек, иногда там гравировка имена, иногда написана, наклеена сверху, и вот они цепляют этот замочек, закрывают его и ключ выбрасывают в Рейн. Вот такой чудный, прекрасный образ. И надежда их какова? Что любовь их на замке, что любовь их защищена, что она теперь будет только для них двоих, и никто в эти взаимоотношения никогда не вторгнется, никто не оставит там грязных следов. Вот это стремление человеческой души, которое всем нам знакомо. И Священное Писание также говорит о том, что вот это великое, святое, возвышенное интимную жизнь Бог защищает замками, замками и замками. Это тайна за семью печатями, в том смысле, что она окружена многочисленными стенами Божьих запретов, Божьих законов, которые направлены на то, чтобы сохранить вот это и не уронить великий статус интимной близости. Потому наша тема сегодня «Спасительный табу», «Интимная жизнь», двоеточие «Спасительный табу» представляет собой хотя бы беглое знакомство с тем, что оставил Творец для защиты интимной близости, для того, чтобы она подлинно оставалась святой и возвышенной и доставляла то, ради чего была изначально создана. Давайте вспомним некоторые словарные определения. Что означает слово «табу»? Толковый словарь Даля говорит «табу» это запрет, наложенный на что-либо завет, заповедь. В Большой Советской энциклопедии дано следующее определение «табу» это распространенная в доклассовом обществе система запретов, нарушение которых якобы карается сверхъестественными силами. То есть в этом определении естественно атеизм звучит в каждой строчке и суть какова согласно автору этой статьи в Большой Советской энциклопедии что «табу» не было бы если бы не было чего? Страха перед наказанием божества. То есть это система запретов нарушения которых якобы караются сверхъестественными силами. То есть если нарушишь значит будешь наказан Всевышним Богом Богами и так далее. И во-вторых возникновение табу связано по-видимому с потребностями формировавшегося человеческого общества подчинить поведение индивидуума интересам коллектива. То есть это именно способ давления способ закабаления какие-то есть интересы над личностные и вот человек бедный как говорится вынужден им подчиняться потому что общество так диктует. То есть иными словами в табу самих по себе нет ничего стоящего. Давайте посмотрим как Бог смотрит на запреты на заповеди на заветы на запрещения. Какова природа Божьего закона? Книга Левит 18 глава первые пять стихов. 18 глава первые пять стихов. Помните я упомянул уже сегодня что заголовок 18 главы выглядит так законы о браке и мерзости половых отношений. И вот в качестве преамбулы в качестве пролога к изложению этих законов Господь рассказывает об их природе. О чем сейчас пойдет речь? Читаем первые пять стихов. И сказал Господь Моисею говоря объяви сынам Израилевым и скажи я Господь Бог ваш по делам земли египетской в которой вы жили не поступайте и по делам земли ханаанской в которой я веду вас не поступайте и по установлениям их не ходите мои законы исполняйте и мои постановления соблюдайте поступая по ним я Господь Бог ваш соблюдайте постановления мои законы мои которые исполняя давайте все вместе дальше человек будет жив я я Господь и так для чего Бог дал эти законы это законы жизни это законы сохранения жизни это законы которые стоят на страже жизни они ограждают они защищают самое святое самое важное то есть человек будет жив соблюдая эти законы не в том смысле что закон дает жизнь нет закон рассказывает как сохранить данную творцом жизнь вот это смысл законов и об этом и об этой природе законов и заповедей божьих слово божье говорит очень много давайте посмотрим из апостольских посланий для тех кому не нравится то что в пятикнижье записано и так Деяния апостола 7 глава стихи 37-38 это тот Моисей который сказался нам Израилевым пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших как меня его слушайте это тот который был в собрании в пустыне с ангелом говорившим ему на горе Синае и с отцами нашими и который принял живые слова чтобы передать нам что принял Моисей на горе Синае законы заповеди божьи все постановления всевозможные божьи предписания и они по своей природе есть что согласно апостольским писаниям они есть живые слова вот какова природа божьих законов и в самом конце этой 18 главы в качестве эпилога в качестве вывода мы читаем в 18 главе книги Левит стихи с 24 по 30 с 24 по 30 следующее не оскверняйте себя ничем этим ибо всем этим осквернили себя народы которых я прогоняю от вас и осквернила земля и я возрел на беззаконе ее и свергнула себя земля живущих на ней а вы соблюдайте постановления мои и законы мои и не делайте всех этих мерзостей ни туземец ни пришлет живущий между вами ибо все эти мерзости делали люди сей земли что перед вами и осквернилась земля чтобы и вас не свергнула себя земля когда вы станете осквернять ее как она свергнула народы бывшие прежде вас ибо если кто будет делать все эти мерзости то души делающих это истреблены будут из народа своего итак соблюдайте повеления мои чтобы не поступать по гнусным обычаям по которым поступали прежде вас и чтобы не оскверняться имя Господь Бог ваш что происходит когда нарушаются эти законы земля сказано свергает себя живущих на ней эти языческие народы хананские развратные распутные народы жили на этой земле нарушали законы темной жизни и земля свергнула их и теперь Господь говорит народу израильскому вы поселяетесь смотрите вы не нарушаете потому что с вами то же самое может произойти то есть эти законы по своей природе универсальны неважно какому народу ты принадлежишь это законы которые вплетены в нить в материю в матрицу бытия они по своей природе естественны в книге пророка Иеремии во второй главе в девятнадцатом стихе о природе божьих законов сказано так Иеремии 2 19 накажет тебя что нечестие твое и отступничество твое обличить тебя и так познай и размысль как худо и горько то что ты оставил Господа Бога твоего и страха моего нет в тебе говорит Господь Бог накажет тебя нечестие твое то есть образ жизни который нарушает волю Божью сам по себе принесет последствия которые будут чем наказанием они будут наказанием отступничество твое обличит тебя то есть природа Божьего закона заключается в том что это матрица бытия Бог рассказывает как он устроил все и все законы описывают саму природу материи природу взаимоотношений и в том числе природу интимной близости того как Творец все задумал это инструкция к счастливой жизни скажите что вы видите на экране что-то такое H2O что-то такое значит некоторые говорят вода и если ваш ответ такой то ваш ответ строго научно говоря не совсем корректен потому что это не вода а формула воды но коль скоро здесь есть и капли воды то собственно и вода было бы правильно ответить и так H2O это формула воды две молекулы водорода одна молекула кислорода в практических целях сказать H2O это вода или H2O это формула воды значит сказать то же самое потому что H2O на практике в материи означает воду ни больше ни меньше это взаимозаменяемые взаимообратные понятия правда так сказал или по-другому это все едино потому что если есть закон то его материализация представляет собой определенное явление материю или что-либо еще а что будет если вот эту формулу H2O чуть-чуть изменить и сделать H2O2 добавить одну молекулу кислорода в эту формулу что получится тяжелая вода я слышу мы по-прежнему будем иметь с вами жидкость это будет по-прежнему жидкость она будет бесцветная она по-прежнему будет прозрачной но она станет более вязкой у нее появится слабый запах при замерзании она будет сжиматься а не расширяться как вода что такое H2O2 это перекись водорода попытайтесь использовать ее вместо воды что получится подумаешь одна молекула подумаешь чуть-чуть изменили ничего страшного да нет это может быть очень страшно это может быть даже серьезными последствиями для здоровья потому что изменение формулы изменение закона всегда влечет за собою изменение материи жизнь уже не будет качественно прежней если нарушается Божий закон вот какова природа Божьих законов Бог дал закон не для того чтобы нас ограничить не для того чтобы нас запугать не для того чтобы нас держать в рабстве Он дал закон для того чтобы мы знали как раскрыть свой потенциал полностью для того чтобы мы знали как жить в гармонии с нашим предназначением с нашим естеством с нашей природой с нашей внутренней конституцией психологической социальной духовной анатомической биологической и так далее вот что такое Божьи законы вот для чего Господь оставил табу и так теперь табу какие табу вам известны в отношении интимной жизни которые оставлены на страницах Библии Священного Писания я попытался выстроить эти табу как мне показалось от самых самоочевидных по крайней мере вот в нашем обществе до тех которые считаются может быть не очень-то и обязательными но все они даже при малейшем нарушении приводят к изменению воды в водород в перекись водорода и так книга Левит 18 глава 23 стих Левит 18-23 и ни с каким скотом не ложись чтобы излить семя и оскверниться от него и женщина не должна остановиться перед скотом для совокупления с ним это гнусно книга Левит 20 глава стихи 15 и 16 20 глава 15 и 16 кто смесится со скотиной того предать смерти и скотину убейте если женщина пойдет к какой-нибудь скотине чтобы совокупиться с ней то убей женщину и скотину да будут они преданы смерти кровь их на них в первом послании Тимофею в первой главе стихи с 8 по 10 об этом сказано так с 8 по 10 а мы знаем что закон добр если кто законно употребляет его знаю что закон положен не для праведника но для беззаконных и непокоривых и нечестивых и грешников развратных и оскверненных для оскорбителей отца и матери для человека убийц для блудников мужеложников человека хищников клеветников скотоложников лжецов клятва преступников и для всего что противно здравому учению я напоминаю о том что в 20 главе книги Левит описываются не только нравственные нормы но и то что происходило в контексте теократии когда тех кто упорствовал во грехе и не хотел оставить грех не хотел покаяться не хотел жертву принести тех тогда наказывали в результате следственного процесса и процессуального кодекса который оставлен в Торе то есть я просто повторяю то о чем мы говорили с вами уже на одном из вечеров что наказывался только грех дерзкой руки когда человек не просто согрешал а именно грешил и пребывал во грехе и не хотел каяться не хотел от него отказываться ну что ж я думаю что в отношении этого табу в отношении этого запрета на скотоложество или на так называемую зоофилию говорить больше не нужно потому что это как говорится нечто само собою естественно воспринимающийся как мерзость как гнусность как нечто от чего хочется ну просто плеваться да и все тем не менее оно сегодня распространено в современном обществе следующий табу книга Левит 18 глава 6 стих говорит 18 6 никто никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем чтобы открыть наготу я господь как называется это явление инцест кровосмешение это запрет на вступление в интимную связь с близкими родственниками и вот здесь когда мы читаем об этом в заповеди о господнях мы встречаемся с таким явлением как эвфемизм эвфемизм это литературный прием который позволяет о чем-то постыдном говорить с использованием более приемлемой лексики и вот в 20 главе 17 стих является примером такого эвфемизма если кто возьмет сестру свою что значит взять в Библии жену взять то есть если кто женится итак первый глагол если кто возьмет сестру свою дочь отца своего или дочь матери своей то есть даже сводную и увидит наготу ее и она увидит наготу его то есть дочь отца или матери своей может быть муж или жена иная у отца или у матери но у них один общий родитель и она увидит наготу его еще один эвфемизм какой увидеть наготу это то же самое что взять и дальше это срам да будут они истреблены перед глазами народа сынов народа своего он что сделал открыл наготу сестры своей грех свой понесет он то есть здесь три слова возьмет увидит и откроет все это эвфемизм все это объяснение описание интимной близости книги бытие в 49 главе в стихах 3 и 4 описывается один из примеров инцеста читаем рувим первенец мой ты крепость моя и начаток силы моей верх достоинства и верх могущества но ты бушевал как вода был бесконтролен не управлял своими страстями не будешь преимущества тибо ты взошел на ложе отца твоего ты осквернил постель мою взошел библия как мы отмечали уже книга правдивая и она описывает на своих страницах вот такие в том числе и примеры нарушения божьих законов первое постанов коринфянам 5 глава 1 и 2 стих еще один пример инцеста есть верный слух что у вас появилось блудодеяние и при том такое блудодеяние какого не слышно даже у язычников что некто вместо жены имеет жену отца своего и вы возгордились вместо того чтобы лучше плакать дабы изъят был среды вас сделавший такое дело и так священное писание совершенно определенно запрещает интимную связь между родственниками и есть целый ряд причин на разных уровнях в том числе на уровне психологии и так далее но один из факторов который приводят исследователи в попытке объяснить эти случаи этот фактор правда не объясняет все запрещенные 18 главе книги левит связи но тем не менее генетический фактор приводится в качестве одного из объяснений то есть речь идет о том что у близких родственников очень схожий набор хромосом в том числе и поврежденных хромосом и когда они вступают в близкородственные связи то тогда эти хромосомные наборы соединяются и велика вероятность чего уродств велика вероятность рождения нездорового потомства у людей далеко генетически отстоящих друг от друга это опасность меньше это естественно не исчерпывающее объяснение но мы видим что у законов божьих есть глубочайшая мудрость и современные исследования на разных уровнях подтверждают божий мудрый замысел еще одно табу книга левит 18 глава 22 стих левит 18-22 не ложись с мужчиною как женщиною это мерзость и так это запрет на гомосексуальные связи книга левит 20 глава 13 стих говорит 20-13 если кто ляжет с мужчиною как женщину то оба они сделали мерзость да будут преданы смерти кровь их на них в книге посланий к римлянам в 1 главе стихах 24 по 27 описывается это так то и предал их бог в похотях сердец их нечистоте так что они сквернили сами свои тела они заменили истину божью ложью и поклонялись и служили твари вместо творца который благословен во веки аминь потому предал их бог постыдным страстям женщины их заменили естественное употребление противоестественным подобные мужчины оставив естественное употребление женского пола разжигались похотью друг на друга мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение открываем мы пятигнижье Моисеева открываем ли мы апостольские писания мы и там и там везде увидим тот же самый запрет и в действительности гомосексуальные связи они вплоть до нескольких последних десятков лет считались девиацией считались отклонением считались нарушением ибо в первой главе послания Крымлина мы читали термин противоестественное но вот что произошло американская психиатрическая ассоциация в 1973 году из справочника по диагностике и статистике так называемого DSM то есть это учебник по которому ставят диагноз вот в этой сфере в 1973 году изъяло гомосексуальное поведение изъяло гомосексуализм из числа девиации из числа отклонений с 1973 года это уже не отклонение дальше в 1992 году Всемирная организация здравоохранения ВОЗ также из-за своих критериев изъяло гомосексуализм как девиацию но что важно отметить здесь что ни в первом случае американская психиатрическая ассоциация ни в втором случае Всемирная организация здравоохранения перед этим шагом не провела исследование то есть этот шаг не был вызван исследованием изучением сравнением научным анализом это был исключительно общественного характера шаг в результате общественного давления то есть в результате того что стали устраиваться парады демонстрации и в результате общественного давления произошло вот такое изменение то есть иными словами когда мы смотрим на то как в обществе происходят процессы то если говорить вот об этом отклонении от божьих норм оно не появилось в общественном мнении в результате какого-либо серьезного анализа а в результате социального давления еще одно табу спасительное табу которое стоит на защите семьи на защите брака на защите любви на защите интимной близости книга левит 18 глава 19 стих левит 18-19 и к жене во время очищения нечистот ее не приближайся чтобы открыть наготу ее помните что фраза открыть наготу означает что вступить в интимную близость то есть это запрет на интимную близость во время менструации книга левит 20 глава 18 стих говорит и к жене если кто ляжет женой во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее то он обнажил истечение ее и она открыла течение кровей своих оба они да будут истреблены из народа своего представляете насколько серьезным представлен этот вопрос и вновь на это явление налагается тот же самый принцип греха дерзкой руки как и в отношении всего остального но божья воля тем не менее ясно выражена и наоборот в книге пророка изыки или 18 главе в стихах 5-6-9 написано так если кто праведен и творит суд и правду на горах жертвенного не ест и к идолам дома израилева не обращает глав своих жены ближнего своего не оскверняет и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается поступает по западе моим соблюдает постановление моего искренно то он праведник он непременно будет жив говорит господь бог то есть оказывается вот соблюдение этой заповеди оно тоже напрямую связано с чем жизнью потому что законы даны для жизни для сохранения жизни и здесь есть опять же по каждому из этих запретов можно было бы в течение довольно продолжительного времени говорить в контексте мудрости Божьей когда он это все дал но у нас нет этого времени и я только лишь вот так вот по ходу несколько моментов могу отметить которые показывают благость Божьих законов так вот посмотрим на медицинский фактор почему запрещена интимная близость во время кровоочищения во время менструации вот что гласит малая медицинская энциклопедия там можно в этой статье больше почитать о причинах но вот вывод в период менструации недопустимы половые сношения открываем Тору написано нельзя открываем медицинскую энциклопедию написано нельзя недопустимо или же большая советская энциклопедия половые сношения во время менструации исключаются есть конечно и психологический фактор лучше всего думаю это можно выразить словами известного француза франсуа де ларошфуко вот что он сказал разлука ослабляет мелкие страсти то есть допустим поссорились муж женой или что-то не поладили так вот по мелочи разлука отдаление друг от друга вследствие или поездки то есть самой пресловутой командировки или иных обстоятельств что делает ослабляет мелкие страсти то есть обида пропадает огорчение уходит и все забывается но дальше сказано разлука усиливает большие страсти так же как ветер задувает свечи и раздувает пламя то есть Бог заложил в интимную жизнь мужа и жены ритм ритм воздержания ритм удаления время приближения и время удаления вот это маятникообразные движения оно представляет собой Божий мудрый план для того чтобы интимные взаимоотношения в семье всегда были притягательны потому что за время отстранения вновь накапливается желание той самой силы влекущей друг к другу и вступление в интимную близость снова притягательна и вот все тот же психофизиолог о котором я упоминал Сергей Комарницкий в своем семинаре который уже называется шесть табу улучшающих супружества еще один семинар он предлагает такую иллюстрацию представьте что вы он говорит москвичам устав от испанской земляники наконец-то дождались того времени когда на даче у вас поспевает клубника родная органическая вот та самая садовая большая темно-красная налитая соком и вот он говорит сколько вы можете клубники съесть вот когда приезжаете на свою дачу ответ очень и очень много правда то есть когда всю зиму не ел и тут вдруг неограниченный доступ и на второй день и на третий он говорит а что произойдет через две недели неужели через две недели клубника потеряет свои свойства свой аромат свою сочность свою красоту свою претекательность нет она будет той же самой но пришло удовлетворение все наши чувства все наши потребности проходят через четыре цикла и вот после удовлетворения приходит относительно безразличие потому запрет на интимную близость во время крови очищения он представляет собой возможность отдалиться друг от друга для того чтобы пообщаться друг с другом вне сексуального контекста проникнуть во внутренний мир друг друга чуть больше друг друга узнать вспомнить молодость сходить на свидание пообщаться использовать время для того чтобы сблизиться на других уровнях и потом когда снова можно тогда появляется новое желание и так далее следующий табу который мы находим в священном писании это то что записано в 20 главе книги исход в 14 стихе где сказано не прелюбодействуй каково значение слова прелюбодействовать в современном русском языке практически кроме христианского контекста это слово больше нигде не используется что значит прелюбодеяние обратимся к словарям новый словарь русского языка говорит это нарушение супружеской верности мужем или женой внебрачная любовная связь то есть прелюбодеяние совершает тот точнее прелюбодеяние теоретически говоря возможно тогда когда уже есть взаимоотношения то есть состоящие в браке и так нарушение супружеской верности энциклопедический словарь брагауза и эфрона дает такое определение это плотская неверность лица состоящего в супружестве и вот когда мы обращаемся к этимологии самого русского слова прелюбодеяние которое повторюсь сегодня уже редко используется в светской лексике то этимология показывает происхождение этого слова показывает что оно состоит из трех частей прее это что такое это приставка пере сокращенная приставка пере дальше люба любовь и деяние то есть речь идет о прее пере любодеянии когда уже есть взаимоотношения любви когда человек переступает эту границу когда он выходит за рамками того что должно было закрыто быть под ключом вот тогда и происходит прелюбодеяние в подлиннике перед нами термин наав глагол наав который означает нарушение супружеской верности и вот как этот глагол используется книга левит 20 глава 10 стих левит 20 10 если кто будет прелюбодействовать с женою замужнею если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего то есть прелюбодеяние это грех который встречается и теоретически возможен у уже состоящих в брачных отношениях книга из Икииля 16 глава 32 стих говорит из Икииля 16 32 но как прелюбодейная жена принимающая вместо своего мужа чужих и так заповедь не прелюбодействует она специфична она ограничена она описывает только лишь людей которые состоят уже в семейных отношениях а иные заповеди рассказывают и о других возможных вариантах этого дела еще одно табу книга второзаконие 22 глава стихи 20 и 21 второзаконие 22 глава 20 и 21 если же сказанное будет истинно и не найдется девство у отраковицы то отраковицу пусть приведут к дверям дома отца ее и жители города ее побьют ее камнями до смерти ибо она сделала срамное дело среди израиля блудодействовав в доме отца своего и так истребезло из среды себя речь идет о ситуации когда после заключения брака обнаружилось что у девушки невинность уже потеряна и это сказано срамное дело это блудодеяние то есть интимные отношения до заключения брака интимные отношения до венчания представляют собою блудодеяние и срам книга второзаконий 23 глава 17 стих говорит так не должно быть блудницы из дочерей израилевых и не должно быть блудника из сынов израилевых ударение поставлено правильно в соответствии с орфографическим словарем то есть это не только девушек касается потому что многие говорят почему вот вдруг там вот у нее проверяют есть ли девственность или нет а у него не проверяют сказано не должно быть ни блудницы ни блудника то есть этот запрет запрет на добрачные интимные связи он распространяется и на юноши и на девушек и вот библия будучи книгой правдивой описывает что эти законы иногда нарушались книга бытие 34 глава первые три стиха и стих 31 читаем Дина дочь Лии которую она родила Якову вышла посмотреть на дочерей земли той и увидел ее сихем сын Емора Евиянина князя земли той и взял ее и спал с нею и сделал ей насилие то есть вот так у язычников было принято понравилось взял спал преодолел сопротивление как и сегодня принято у очень многих в современном обществе дальше читаем третий стих и прилепилась душа его к Дине дочери Иакова и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы и так здесь мы видим что у него были и иные измерения любви то есть он ее полюбил сказано и говорил по сердцу ее а это что означает значит у нее были ответные чувства то есть казалось бы все нормально друг друга любят в лечении есть в чем же проблема в чем же проблема читаем тридцать первый стих они же сказали а разве можно поступать сестрою нашу как с блудницей это блуд это блудодеяние интимная близость до венчания запрещена история древних цивилизаций показывает что как правило на заре той или иной цивилизации берем ли мы египетскую или шумерскую ассирийскую римскую и так далее цивилизация майя цивилизация ацтеков любую культуру на любом континенте поначалу на заре зарождения цивилизации в обществе были строго установленные рамки что касается интимной близости то есть были строго запрещаемы добрачные интимные связи внебрачные связи и так далее и это высвобождало энергию которая направлялась на созидательные на то чтобы строить величественные пирамиды на то чтобы строить в архитектурном сооружении такие строения от которых современные архитекторы до сих пор в изумлении чтобы водопровод проводить чтобы искусство развивать чтобы математику развивать астрономию и так далее и так далее но вот когда цивилизация она развивалась и появлялся успех появлялась стабильность и так далее как правило общество начинало разлагаться разлагаться изнутри то есть уже смотрели сквозь пальцы на нарушения смотрели как говорится вот так очень свободно на нарушение сексуальных табу и в результате на пике фактически тогда казалось когда бы можно было бы жить и наслаждаться и уже пожинать результаты этого развития цивилизация резко вдруг исчезала например римская цивилизация кем была завоевана кем варварами то есть народами которые в культурном научном и ином отношении в плане развития были намного ниже римлян почему римляне пали почему римская цивилизация исчезла она именно разложилась вот когда мы читаем то что творилось там в римском обществе насколько сексуальная безнравственность стала нормой общество просто сгнило изнутри и все и все это подобно тому как внутри скажем древесины идут процессы гниения и вы не видите до тех пор пока вы случайно не опретесь на нее и все она проваливается все только фасад сохраняется и антропологи этнологи историки все едины в мнении о том что есть очень четкая корреляция между тем насколько чисты взаимоотношения в интимном плане и насколько цивилизация развивается и как скоро она погибнет в этом контексте мы точно знаем что земной цивилизации уже недолго осталось жить мы неотвратимо идем к страшному краху еще одно спасительное табу книга Бытие 38 глава стихи с 8 по 10 описывают случаи которые дал имя одному известному термину и сказал Иуда Анану войди к жене брата твоего женись на ней как деверь и восстанови семя брату твоему Анан знал что семя будет не ему и потому когда входил к жене брата своего изливал на землю чтобы не дать семени брату своему зло было предотвращение господа то что он делал и он умертвил и его и так по имени Анана появился термин ананизм синоним мастурбация и вот раньше использовали этот отрывок для того чтобы показать что Бог здесь запрещает мастурбацию Бог запрещает здесь ананизм однако при исследовании становится видно что грех Анана был несколько иной сказано он входил к жене брата а войти к жене означает вступить с ней в интимную связь речь не идет о том что он входил в комнату он входил в смысле вступал в интимную близость с ней но получая удовольствие живя интимной жизнью он сказано изливал на землю он не хотел чтобы родился потомок с именем его умершего брата вот о чем идет речь вместе с тем Анан использовал Фомарь для чего для самоудовлетворения то есть он получал удовлетворение от близости с ней от интимной близости а своего долга ту единственную причину по которой он оказался с нею в силу ливератского закона он не исполнял это было зло и Господь умертвил его то есть хотя речь здесь не идет о мастурбации как таковой как вот она сегодня понимается в сексологии тем не менее Анан был повинен в том что он получал сексуальное удовлетворение не выполняя цель ради которой ему позволено было быть с этой женщиной но вот в слове божьем помимо всего прочего что об этом сказано косвенно и это в действительности тема достойная отдельного рассмотрения но у нас времени сегодня нет я только лишь упомяну один отрывочек 1 коринфянам 6 глава стихи 9 и 10 1 коринфянам 6 глава 9 и 10 или не знаете что неправедные царства божие не наследуют не обманывайтесь ни блудники ни идолслужители ни прелюбодеи ни малакии ни мужеложники ни воры ни лихаимцы ни пьяницы ни злоречивые ни хищники царство божие не наследуют вот есть здесь такой интересный термин малакии малакии или малакии некоторые говорят это непринципиально что это такое что такое малакия посмотрим словарь в первую очередь словарь это рукоблудие малакия церковное то есть малакия церковное обозначение анонизм это пагубный порог скотской похоти так пишет Дарь еще один словарь словарь русских синонимов малакия мастурбирование рукоблудие мастурбация и псация анонизм то есть в русском языке этот термин имеет свое определенное значение речь идет именно о мастурбации посмотрим теперь на греческое слово что в подлиннике сказано я цитирую по библейской энциклопедии Брагауза малакия от греческого малакос дословно мягкий легко поддающийся давлению сжатию эластичный еще есть переводы скажем словарь Вейсмана греческо-русский говорит изнеженный чувственный сладострастный и так далее вот это значение греческих слов есть интересный документ в истории русского христианства русский церковный документ 14 века нашей эры он вот так вот описывает этот термин малакия же два различия имеет одни это делают руками другие же бедрами своими ну а втором можно только догадываться и злее малакия руками а не бедрами но и обе они злые и лукавые о том же добро есть отцу духовному это искоренять то есть берем ли мы византийскую традицию греческую которая по-гречески говорила всегда и до сих пор говорит то есть с тех пор как были написаны греческие писания спященного слова божья берем ли мы русскую традицию вот этот термин он всегда понимался как рукоблуди как анонизм в современном смысле этого слова как мастурбация и я думаю что вы встречались возможно с таким объяснением что малакии это пассивные гомосексуалисты есть вот такая точка зрения однако она не выдерживает контекстуального анализа потому что там идет перечисление сказано не знаете ли что вот такие 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 царствия божьи не наследуют давайте посмотрим какие не наследуют сказано блудники это кто это те кто нарушает законы интимной жизни и живет половой жизнью до брака это блуд дальше прелюбодеи это те кто нарушает супружескую верность дальше какой термин мужеложники это гомосексуалисты и отдельный термин малакии то есть рукоблудники иными словами соседство терминов малакии и мужеложники в контекстуальном смысле оно крайне маловероятно чтобы был один и тот же смысл потому что мужеложник пассивный он или активный это все равно мужеложник вот а малакия это термин который описывает нечто иное в любом случае есть запрет и на мастурбацию и мы вновь могли бы чуть глубже раскрыть почему отчасти это станет понятно из следующих запретов которые мы рассмотрим ближе к концу нашей встречи сегодня а мы практически достигли финишной черты но вот я хотел бы сказать еще буквально несколько слов о том насколько мудро Господь устроил организм человека установив запрет на мастурбацию на самоудовлетворение Господь вместе с тем и создал механизм саморегуляции в организме человека и вот о чем книга Левит 15 глава 16 стих Левит 15-16 есть ли у кого случится излияние семени именно случится то он должен намыть водой все тело свое и нечист будет до вечера или же книга второзакония 23 глава стихи 10 и 11 если у тебя будет кто нечист от случившегося ему ночью то он должен выйти вон из стана и не входить в стан далее а при наступлении вечера должен омыть тело свою водой и по захождению солнца может войти в стан это называется полюция это непроизвольное семяизвержение которое как правило происходит у мужчин ночью оно сопровождается сновидениями определенного характера и так далее но речь идет о том что когда сексуальное напряжение в теле накапливается то есть и механизм снятия этого напряжения механизм саморегуляции без того чтобы прибегать к деструктивным разрушительным способам вроде мастурбации и так далее то есть Господь все предусмотрел посмотрим еще на ряд сексуальных табу книга из Икиля пророка 16 глава 17 стих говорит 16-17 «И взяла наряды твои взяла нарядные твои вещи из моего золота из моего серебра которые я дал тебе и сделала себе мужские изображения и блуда действовала с ними» как это называется в современной сексологии речь идет и о порнографии и о фетишизме и о так называемых секс-игрушках то есть она изготовила мужские изображения и развратом занималась с ними естественно речь здесь идет об образном языке Господь описывает неверную жену в смысле неверность своего народа но для того чтобы понять какая неверность имеется в виду на духовном уровне необходимо увидеть о чем говорится с буквальной точки зрения то есть речь идет именно об изображениях которые специально изготавливаются для того чтобы заниматься развратом и это и порнографические материалы и фетишизм то есть фиксация на каких-то предметах которые представляют собой источник вот сексуального возбуждения и так далее и так далее Евангелие от Матфея 5 глава стихи с 27 по 30 говорит 5 глава с 27 по 30 «Вы слышали что сказано древним не прелюбодействуй а я говорю вам что всякий кто смотрит на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с нею в сердце своем если же правый глаз твой соблазняет тебя вырви его и брось от тебя ибо лучше для тебя чтобы погиб один из членов твоих а не все тело твое было ввержено в гиену и если правая рука твоя соблазняет тебя отсеки ее и брось от себя ибо лучше для тебя чтобы погиб один из членов твоих а не все тело твое было ввержено в гиену если посмотрят на женщину с вожделением В подлиннике используется слово «эпитюмео», то есть страсть, именно вот это физическое влечение, сексуальное влечение. Если посмотришь с вожделением, то лучше отказаться от глаза и от чего? От руки. А рука здесь при чем? При чем? Ну, потому что речь идет о том же самом грехе, это грех молоки. И книга Второзакония, 5 глава, 21 стих говорит, в Второзаконии 5, 21, «Не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего» и так далее. Вот это заповедь, последняя, десятая заповедь, «не желай», «не желай жены». В подлиннике используется слово, которое переводится на греческий термином, который я только что употреблял, только что упоминал, а именно – «эпитюмео». То есть, когда Тора была переведена на греческий язык, там использовалось то же самое слово, которое использовал Иисус Христос, говоря, кто смотрит на женщину с вожделением. То есть, Спаситель повторил десятую заповедь десятисловного закона. Итак, сегодня у нас с вами одна из самых неприятнейших тем. И выражение ваших лиц об этом свидетельствовало. Я недавно видел один короткий ролик, где люди тоже рассуждали на эту тему, и они вот буквально через каждое предложение вот такой характерный делали жест и звук. «Пу-пу-пу-пу» в разные стороны. Но удивительно вот что. Что некоторые из этих запретов в обществе, у большинства, по крайней мере, доселе воспринимаются как мерзость, а некоторые – как вполне дозволенное нечто. И потому перед нами выбор. Либо довериться Творцу, Который есть любовь, Который дал эти законы для сохранения, для защиты любви, для защиты святого интимного союза мужа и жены. Либо пойти путем язычников, путем осквернителей тела. И таким образом лишить самого себя счастья. Выбор за каждым из нас. Какого бы табу это ни касалось. Бог есть любовь. И даже тогда, когда человек нарушает его волю, по неведению ли, ввиду социального давления ли, или, может быть, осознанно, он всегда дает новый шанс. Потому что он хочет восстановить, он хочет вылечить, он хочет дать жизнь с избытком. Книга Евангелия Теана, 8 глава, стихи 3, 4, 10 и 11. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему, учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии. И дальше многие из вас помнят историю, но вот ее конец. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщин, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господь». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Если вы, дорогие, кто-либо из вас, нарушали Божьи заповеди, которые стоят на страже любви, Иисус Христос и вам сегодня готов сказать, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Бог хочет поднять, Бог хочет спасти, Бог хочет восстановить и дать счастье. Первое послание Петра, 4 глава, 1, 4 стиха, об этом говорят так. «И так, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предавались нечистотам, похотям, мужеловству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье, и нелепому идолослужению. Почему? Они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распусте и злословят вас. Сегодня это столь же актуально. Если молодой человек или девушка сохраняет свою чистоту, свою невинность, они в свой адрес слышат что часто? Оскорбления, злословия. Но Господь дал это для радости, для счастья. И апостол Петр говорит, это для вас в прошлом. Вы в прежнее время этому предавались, но теперь, теперь это позади. И, наконец, 1 Коринфянам, 6 глава, стихи с 9 по 11. 6 глава с 9 по 11. «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь ни блудники, ни недослужители, ни прелюбодеи, ни молоки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследуют. Но вот благая весть. И такими были некоторые из вас. Такими были некоторые из вас. Но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Есть в Боге восстановление, есть прощение благодаря крови Агнца Божия Иисуса Христа. И такими были некоторые, но оставили это. У Бога есть силы преобразовать самую глубинную природу человека и в отношении сексуальных пристрастий, искаженных девиционных форм поведения. У Бога есть сила это и очистить, и освободить от вины, а главное – дать силу для того, чтобы жить праведно и получать радость и благословение, живя по Божьей воле. Вот это наша тема. Интимная жизнь, двоеточие, спасительные табу. Продолжение следует...